АЛЬМАМАТР Лето – время зарабатывать. Студенческие отряды принимают новобранцев. Разом интереснее. Первый областной фестиваль молодежи состоялся в Могилеве. Как стать хорошим педагогом? Об этом и не только расскажут преподаватели ведущих вузов Беларуси, России и Польши. Подробности в программе. АЛЬМАТР Последние звонки прозвенели в школах Могилевской области. Почти 11 тысяч выпускников в этот день простились со школьной порой. Прощальный вальс в исполнении старшеклассников и современное выступление пионеров на роликах и сегвеях – это линейка в Могилевской гимназии номер 3. Дорогие наши выпускники, последний звонок подводит черту незабываемой и беззаботной поры под названием «Детство». Это и так завершение одной страницы и начало новой. В этот день учителя не скупятся на теплое пожелание в адрес выпускников. Я надеюсь, что то желание учиться, которое мы заложили с ними по разному способу, может иногда подчасти с трудом, но все-таки поможет им достигнуть успеха в той области, которую они для себя выбрали. Что я извлек из всех лет, которые я провел в школе? Ну, то, что надо учиться и тянуть это время, потому что все так хотят вырасти, закончить школу, поступить, быть взрослым. На самом деле ничего в этом такого интересного нет. Хорошо быть ребенком, когда у тебя есть родители, которые все время следят за тобой, когда ты не один. Ну и надо, конечно, учиться, стараться, потому что сейчас, чтобы быть успешным человеком, надо иметь обширное знание во всех сферах жизни. И это очень важно. И надо не лениться и стараться делать все возможное, что ты можешь. И, конечно, в такой день выпускников пришли поддержать мамы и папы. Они волнуются не меньше своих так быстро повзрослевших детей. Пытаемся растить нормального, мужественного, хорошего человека, который пойдет в жизнь. И даже придумали ему специальность вместе с ним. Какую? Ну, можно уже открыть, наверное, тайну, да? Будет пытаться поступить в криминалистику. Интересно, почему такой выбор? А это был его выбор? Его, да. Его, да. Изменился у него выбор в начале этого года, да. Выпускница Шукуфа Сулейманова стала лучшей ученицей гимназии. Победила в Республиканской Олимпиаде по английскому языку и получила возможность поступать в любой лингвистический вуз страны без экзаменов. Поняла, что самое главное – это трудолюбие. Неважно, сколько ты талантлив. Но самое главное – это действительно постоянно учиться и не давать себе передышек. Начинать учиться в 11-м довольно тяжело. Поэтому, думаю, надо с первого класса как-то уже стараться находить себе какую-то тягу к химии, к русскому, чтобы вот ее как-то развивать. И тогда им будет очень легко и просто учиться. Для этих выпускников гимназийское братство – не просто слова. Нелегко расстаться с одноклассниками, которые стали лучшими друзьями. За годы учебы в гимназии мы стали практически семьей. Все очень сдружились, все очень любим друг друга и будем встречаться в последующие годы. Мы друзья не разлей вода. И после школы обязательно будем встречаться. В знак прощания с гимназией в небо взлетели воздушные шары. Уже через две недели ребят ждут выпускные баллы. Мотопробег, уличный театр, воркаутеры, паркур, граффитисты, много музыки и танцев. И все это вместе, разом. В Могилеве состоялся первый областной фестиваль молодежи. Альма-Матер не пропустила это событие. Все подробности в нашем сюжете. Воркаут, граффити, армрестлинг, боди-арт, театр и танцы. Могилевская площадь славы собрала самых творческих и спортивных ребят региона. Здесь прошел первый молодежный фестиваль под названием «Разом». Несмотря на дождь, у организаторов получилось объединить молодежь, показав, что быть активными и спортивными – здорово. А выражать это можно разными способами. К примеру, быть увлеченным мото- и автотехникой. Да уж, вот по городу поездить бы на такой машине, но правила дорожного движения не позволяют этого сделать. Вот это были два минивэна, сделанные вместо и поставленные на базу сержантового газона. Вот есть такой автомобиль, который иногда выезжает месяц, ну и как шоу автомобиль нашего города. Самые большие рвы какие преодолевали и как проходит машина? Все зависит от местности и… Ну вам дорога не нужна? Ну скажем так, более-менее нет. Ну нет такого автомобиля, который нельзя посадить в грязь. Ну так получилось, что он увяз больше, чем пол колеса, песок. На какой машине вытаскивали? Лебедка своя, а было еще две баги. Наших мы закопали баги, а за них я уже зацепился лебедка. Пока мы общались с владельцем машины-гиганта, наступил черед показательных выступлений от военнослужащих и Могилевского ОМОНа. Кстати, в милиции почти половина состава – это молодежь. С интересом молодежи их родители наблюдали за воинской спецтехникой и оружием. Увидеть обмундирование вживую, конечно, круче, чем компьютерные танки. Угрожащий на нас смотрит вот эта бронированная машина. Дозор и давно не ездит. Увидеть ее можно лишь на парадах, либо таких фестивалях, как этот. Отличительная особенность – высокая проходимость. Вот эти вот колеса спрятаны внутрь, если вы видите. При необходимости выдвигаются, что помогает броневику проходить различные рвы. Собственно, это лишь превью к самой конкурсной программе фестиваля. Укрываясь под зонтами, молодежь пробиралась ближе к сцене, чтобы поддержать артистов. Мы образцовый хореографический ансамбль «Мечта». Мы приехали из города Кричево. Мы отправили видео и нас отобрали на этот конкурс. Что будете исполнять? Мы будем танцевать, эстрадный танец, стиляги. Это, понимаю, наряды с 70-х, 80-х, да? Да, да. Откуда историю знаете моды? Фильмы смотрели. И мы изучаем историю хореографии, на которых изучаем танцы. Пока ребята сражались за звание лучших на сцене, в парке Горького соревновались в силе и выносливости. Само получается так с детства. Занимаюсь, получается, само так все. А чем занимаешься? Турники, грузи, качалочки иногда. Это рекорд был? Нет. А сколько раз подтянулся? 17. Фестивальное настроение перенеслось и на главную пешеходную улицу города. Любой прохожий мог стать актером в арт-мастерской или почувствовать себя ученым в научно-исследовательском представлении «Открывашка». Вечером подвели итоги фестиваля. Самые спортивные оказались бобруйчане. Лучшая хореография у заслуженного любительского коллектива Беларуси – театр студии «Радуга» из Могилёва. В вокальном конкурсе победила Кристина Тихомирова из Кличевского района. Все вместе они приняли участие в вечернем концерте со звездами белорусской эстрады. Организаторы пообещали – областной фестиваль молодежи «Разом» станет ежегодным. А сейчас о тех, для кого лето – это время заработать копеечку. Студенческие отряды принимают новобранца. Какая работа ждет желающих? Самые востребованные летние вакансии и сколько можно заработать на каникулах? Об этом прямо сейчас. И романтики, и прагматики хоть отбавляй. Популярность строя отрядовского движения на Могилёвщине только растет. Ведь в студенческих отрядах молодые люди получают возможность подзаработать, попутешествовать по родной стране и не только, получить колоссальный опыт и, конечно же, завести новых друзей. Никого не заставляем. Наоборот, когда предлагаешь ребятам работу и желание заработать в летний период, то есть отклик большой. Официальный старт третьему трудовому семестру дан. В этом году на благородины и себя, конечно, будут трудиться более 12 тысяч молодых жителей региона. Это более 700 судотрядов. Все они получили трудовые путевки. В этом году у нас будут и выездные, это Российская Федерация, Республика Коми, это отряды в Анапе, Краснодарский край, ну и многие-многие другие. Конечно же, мы работаем не только по территории Могилёвской области и соседних государств, но и по всей Республике Беларусь. Витебская область, Минская, конечно же, Гродненская, где строится Строицкая атомная электростанция. Конечно, далеко не всем предстоит строить известные в Беларуси объекты. Ребята будут трудиться и на реконструкции молочно-товарных ферм, благоустройстве улиц, парков, скверов и набережных. Многие будут работать проводниками, мерчендайзерами, а еще педагогами и воспитателями в детских оздоровительных лагерях. Студенты смогут поработать и за рубежом. Я буду работать в строитряде «Звездочка Юг» в Анапе. Еду первый раз, это очень волнительно, если честно, потому что это такая ответственность все-таки, дети. 11 отрядов экологические, сельскохозяйственные, строительные. Всего будет трудоустроено 104 человека. Первый пойду разрабатывать, надеюсь, будет все хорошо у меня получаться. На стройке буду, сельскохозяйственный отряд получается, штукатурмоляр, облицовщик, приточник. Самыми молодежными стройками в этом году в области станут Пушкинский мост в Могилеве и пешеходные улицы Мстиславли. Город готовится к дожинкам. Это, конечно, не бам, но и все же. Сегодня судотряды, по сути, такие же, как и были раньше. Ведь современной молодежи также хочется реализовать себя в конкретном деле. Как сделать обучение в школах и вузах интересным? Об этом и не только говорили участники Международной научно-практической конференции в Могилевском госуниверситете имени Кулешова. Преподаватели из ведущих вузов Беларуси, России, Украины и Польши встретились, чтобы поделиться опытом и обсудить, какие изменения будут происходить в образовании в ближайшие годы и как к ним подготовиться. Каким должен быть современный педагог? Как повысить престиж преподавателя и его профессионализм? Эти и другие вопросы обсуждались во время Международной научной конференции в МГУ имени Аркадия Кулешова. Студенты, мечтающие о каникулах, услышав термин «непрерывное образование», придут в ужас. Учиться, учиться и еще раз учиться? Неужели нагрузки станут еще больше? На самом деле, главный принцип непрерывного образования не в том, чтобы учить человека всю жизнь, а в том, чтобы он учился сам, в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея средства обучения и возможность общаться с преподавателем по телефону, интернету и, конечно, лично. Для этого самим преподавателям надо будет больше внимания уделять интерактиву со студентами. В Российском университете дружбы народов, например, зубрежку не приветствуют. Там учатся через диалог. Педагог не просто дает рассказать домашнее задание, а предлагает ему предложить свои способы, варианты, решения, дискуссировать, вступать в какие-то диалоги, полемические и прочее. Если с ними разговаривать нормальным человеческим языком и показывать, какое это всё значение имеет для жизни, они это поймут и Богу поймут. И даже если они не сразу ответят вам связанные и красивые длинные речи, всё равно в душе следы останутся. Непрерывное образование – это принципиально новая система, которая позволит объединить все этапы получения образования – от дошкольного до академического. Её цель – сделать учёбу максимально полезной, в том числе наладить подготовку специалистов, ориентированную на потребности экономики. Как постепенно прийти к созданию такой системы образования, обсуждали более сотни учёных из Беларуси, России, Польши, Украины и США. Уже в следующем году в МГУ имени Кулешова планируют открыть новую специальность магистратуры – образовательный менеджмент. Специалисты будут изучать подготовку, планирование и контроль в системе образования, в том числе и систему непрерывного образования. На этом у нас всё. Мы ждём вас в «Альма-Матер» каждые две недели. На «Беларуси 4 Могилёв» и, конечно же, заходите в нашу группу ВКонтакте. Пока-пока! «Боркаутеры». Кто это? Как сделать обучение в школах и вузах интересным? Об этом и не только говорили участники «Стонне такого». Я так вот сделаю. Миша Коробицкий. И Аня Аксёнова. Даже не читали. Так интереснее. Миша Коробицкий.